Дни Чехова в Ялте. Такой фестиваль уже в пятый раз проходит в городе, связанном с жизнью Антона Павловича Чехова. В Ялте весна, стоят прекрасные солнечные дни, воздух пронизан запахом цветущего миндаля, цветущей вишни, и всё напоминает о весне начала века. Представим, апрель 1900 года. Сюда, в Ялту, приезжает коллектив молодого художественного театра. И вот две недели город у моря живёт яркими театральными впечатлениями от спектаклей «Дядя, Ваня и Чайка». Замечательная традиция – собираться в апреле в Ялте у Чехова сейчас живёт. И ялтинцы сделали всё возможное, чтобы театральный праздник, а он называется «Чеховская весна», проходил ярко и интересно. История и современность, искусство и литература, молодость и зрелость соединились в этом фестивале. Студенты театральных вузов Москвы и Киева проехали вот так, необычно, по улице, когда-то знавшие Чехова, а теперь носящие его имя. И это стало символическим моментом соединения времён. Программа «Чеховская весна» 89 очень интересна. Над ней много и теперь уже, можно сказать, успешно поработали «Союз театральных деятелей СССР», «Ялтинский горы с полком». Он очень много делает для фестиваля. Конечно, музей Чехова в Ялте и Чеховская комиссия Академии наук СССР, которую возглавляет Владимир Яковлевич Лакшин. По самым предварительным подсчётам, больше 10 тысяч ялтинцев и гостей города увидят спектакли фестиваля. Впервые на «Чеховской весне» 89 организованы специальные показы для юношества. Итак, «Чеховская весна» 89 – это спектакли Малого театра и гостей из Вроцлова, Московского камерного музыкального и Вильнюсского молодёжного театров. Это и выставка чеховской сценографии народного художника Украины-лидера, и, конечно, одно из центральных событий фестиваля – научная конференция Чехов и современная культура. Чехов – самый трудный, но, наверное, и самый почитаемый сейчас драматург во всём мире. Главное, что привлекают чеховским пьесам – это его внимание к человеку, вера в человека, ощущение в каждой личности громадных потенциальных сил. Поэтому ежегодные чеховские праздники являются не только данью памяти великому писателю и гражданину, но и выражением сердечной потребности нынешнего поколения в чеховском гуманизме. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова